Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. По многочисленным просьбам наших клиентов, сегодня мы решили взять на обзор весьма необычный прибор – цифровой микроскоп Segetta Forward. Главная отличительная особенность устройства – у него нет окуляров. На их месте установлен большой LCD-дисплей с 5-мегапиксельной камерой. Максимально возможное увеличение – 500 крат. Давайте посмотрим на прибор поближе. Рассмотрим преимущества и недостатки такой конструкции, оценим качество изображения и проверим, соответствует ли заявленное увеличение действительности. Микроскоп поставляется в собранном виде в двухуровневой полипропиленовой упаковке. Вес устройства не более одного килограмма. Оптический прибор комплектуется кабелем для подключения к персональному компьютеру, AV-кабелем для подключения к видео выходам телевизора, литий-ионным аккумулятором, блоком питания, калибровочным слайдом, салфеткой для протирки экрана, диском с программным обеспечением и инструкцией. Цифровой микроскоп выполнен полностью в пластиковом корпусе. Состоит из прямоугольного основания, белой станины, механизма фокусировки, предметного столика, оптического блока с цифровой камерой и жидкокристаллического дисплея. Диагональ экрана 3,5 дюйма или примерно 90 мм. На лицевую панель выведены 6 кнопок, отвечающих за включение и выключение прибора, настройки цифровой камеры и доступ к файлам на карте памяти. На левом торце дисплея находится отсек для установки microSD карты объемом до 32 ГБ. На правом торце располагается маховик регулировки яркости подсветки и ползунок смены цифрового зума. Под дисплеем мы видим сам микроскоп, состоящий из цифровой камеры, одного зум объектива, маховика регулировки кратности и встроенной подсветки. Подсветка микроскопа это 8 мощных светодиодов расположенных по кругу. Фокусировка устройства осуществляется путем перемещения предметного столика. Ход колеса фокусировки очень тугой, коаксиальный механизм пластиковый. Заявленное увеличение микроскопа не соответствует действительности. Воспользовавшись калибровочным слайдом мы определили поле зрения объектива на минимальной и максимальной кратности. Минимальное увеличение поле 20 мм. Максимальное увеличение поле 2 мм. С изменением кратности поле зрения уменьшилось в 10 раз, следовательно максимальная оптическая кратность прибора равна 100. В сочетании с 4-х кратным цифровым зумом получаем 400 крат, а не 500. Но это не единственный недостаток микроскопа. Есть еще одна проблема. Хлипкое крепление предметного столика. От малейшего прикосновения столик прогибается и может отломаться. Увы, но предметы весом более 50 грамм класть на стол не рекомендуется. Столик оборудован двумя металлическими лапками для фиксации объектов наблюдения и размечен линейками на 60 и 80 мм. Диапазон перемещения от 0 до 45 мм. Этого вполне достаточно для комфортной настройки резкости. Основание прибора пластиковое. Внутри вставлена металлическая пластина весом не менее 500 грамм. Благодаря чему микроскоп получился весьма устойчивым. На корпусе основания предусмотрена кнопка для быстрого создания фото. С левой стороны основания находится индикатор зарядки аккумулятора. С тыльной стороны расположен мини-USB порт, AV разъем и разъем питания. Перевернув микроскоп мы видим 4 резиновые ножки и отсек для установки аккумулятора. Время полной зарядки батареи 5 часов. Время работы от батареи 3 часа. При первом включении микроскопа рекомендуем заглянуть в его меню и произвести первичную настройку. Нажав кнопку с изображением ключика Вы попадете в меню. В первой вкладке Вы можете настроить разрешение, яркость, резкость и задать временной интервал для создания фото или записи видео в автоматическом режиме. Во второй вкладке Вы можете установить русский язык меню, задать дату и время, указать частоту работы дисплея и выбрать тип ТВ-выхода, если собираетесь подключить микроскоп к телевизору. После первичной настройки можно вставить карту памяти или подключить микроскоп к персональному компьютеру и приступить к наблюдениям. Предлагаем Вам без лишних комментариев посмотреть на следующие образцы для оценки качества изображения. Спичечная головка. Плата оперативной памяти для персонального компьютера. Купюра номиналом в 10 гривен. Монета в 25 сатанг из Таиланда. Плотная ткань. И поверхность золотой медали. В целом оптический прибор нам понравился. За идею с дисплеем и качество картинки микроскоп получает жирный плюс. Но нечестные 500 крат, а 400 и хлипкий предметный столик сводят на нет все приятные ощущения от работы. Конструкция устройства требует доработки. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.